дорогие друзья всем большой привет с вами канал супер отпуск на даче и сегодня мы с нашим другом буяном друзья будем наконец-то обрезать и укрывать клематисы вы очень давно спрашиваете про климатисы правда друзья бы я набежал но ничего продолжим без него вы очень давно спрашиваете как укрывать клематисы когда обрезать клематисы вот наконец друзья у нас подмосковье мы вплотную приблизились к этому моменту дело в том что раньше не обрезать не укрывать клематисы было нельзя этим процессом друзья надо заниматься лишь тогда когда температура у вас будет уже вот так вот постепенно приближаться к постоянным отрицательным температурам но друзья для того чтобы нам грамотно укрыть клематисы обрезать надо опять же таки знать какая группа клематисов у вас произрастает потому что все зависит от того какой группы обрезки ваш клематис и друзья сегодня остановлюсь как на 1 так на 2 так и на 3 группе обрезки клематисов расскажу как конкретно каждого обрезать на зиму какая полностью обрезается какая группа не обрезается и в какой сохраняются плети и конечно же вторую группу клематисов мы будем друзья сохранять плети для этого я приготовила листья я приготовила вот такой пластиковый ящик для того чтобы соорудить над клематисом сухое укрытие ну и конечно же перед тем как отправить наши клематисы на зимовку мы друзья естественно будем обрабатывать потому что обработка клематисов на зиму это это очень важный момент и так начнем по порядку и начнем друзья мы с первой группы клематисов по порядку первая группа клематисов это у нас княжики очень зимостойкие лианы посмотрите как высоко они взбираются вот мой княжик вы посмотрите куда он забрался друзья вы только посмотрите и вот казалось бы да ну как же снять его вот с такой яблони не поломав вот такие хрупкие плети да ну вот думаешь ну это же невозможно разве можно его оттуда снять смотрите друзья у меня всю яблони уже оплел даже никогда не думала что разрастется такого монстра но в чем заключается суть укрытия клематисов первой группы княжиков да и подготовки их зиму она заключается в том что эти плети друзья совершенно не надо снимать с опоры как бы высоко и далеко этот клематис у вас не забрался зимой он не замерзнет потому что княжики очень зимостойки и об этом даже говорят за себя их сорта альпийский до княжик есть сибирский он у вас никогда друзья не замерзнет а знаете почему потому что на зиму их плети и почки избавляются от излишней влаги посмотрите какой сухостой и кажется что это совершенно безжизненные стебли вот посмотрите кажется ну все ну какая в них жизнь может быть нету жизни все а все потому что стебель и почки полностью избавились от влаги чтобы не замерзнуть зимой вот такие друзья это интересные клематисы княжики поэтому за них вы можете совершенно не беспокоиться они не требуют никакой обрезки на зиму никакого укрытия и даже вот мой клематис вот этот княжик растет здесь много-много лет и я его друзья даже ни разу не мульчировала очень-очень зимостойкий вид клематисов и его в общем-то рекомендуют обрезать сверху там на 20-30 сантиметров но я с трудом могу представить как бы я забралась на эту яблони обрезал каких-то там 20-30 сантиметров поэтому друзья можете а спокойно совершенно оставлять ваши княжики на зиму и абсолютно о них не беспокоиться с приходом весны солнышко почки начнут наливаться соком который будет поступать от корня и клематис ваш будет будет просыпаться и конечно же вновь зацветет но зато друзья хочу на что обратить ваше внимание я вот тут уже ходила по саду небольшое отступление сделаю и собирала семена вот единственный у княжика друзья не собрала смотрите какие интересные семена смотрите вот сейчас как раз вы можете это сделать у кого есть княжики и попытаться их прорастить вот посмотрите вот они выздоровшие семена друзья ну и кроме как собрать семена с такого красавца друзья больше с ним ничего осенью делать и не надо а если все-таки вы хотите его обрезать то лучше это делать после его цветение цветут княжики как мы знаем один раз за сезон в конце весны в начале лета в зависимости от сорта и вот после цветения вот в этом случае друзья можно его обрезать если вы хотите его омолодить но вот моя ли она растет уже много-много лет лет здесь и точно я уже и забыла точно сколько и на самом деле я никогда не омолаживала еще пока ни разу ну прекрасно цветет прекрасно поэтому друзья княжики оставляем и идем к клематисом который у нас менее зимостойки клематис и второй группы обрезки вот с таким красавчиком друзья я сейчас стою махровый голубой красивый климатис который ко мне попал в руки совершенно случайно вот перепутали с другим сортом который я заказывала в питомнике но довольно красиво клематис и это климати старую группу обрезки друзья клематис и 2 группы обрезки у нас цветут как на побегах предыдущего года так и на побегах текущего года. И вот летом, да, те побеги, которые у нас сохраняются и начинают цвести в начале весны и в начале лета, после цветения, друзья, мы их обрезаем, а за лето у нас нарастают вот такие новые побеги, которые мы сегодня и будем сохранять. И вот, друзья, здесь у этих плетей мы обрезаем, ну, где-то одну третью от конца, оставляем метр, метр пятьдесят побегов, ну, вот, стараемся по максимуму сохранить их длину, лишь прищипывая некоторую высоту сверху. Но к обрезке мы еще вернемся, а сейчас перейдем, друзья, к третьей группе клематисов, которые обрезаются полностью. Ну, и третья группа клематисов, это те клематисы, которые у нас цветут лишь на побегах текущего года. И это, друзья, клематисы, так называемой, третьей группой обрезки. Вот один из них, очень красивый малиновый клематис, который у меня совершенно потрясающий цвел, Вильда Леон. Вот посмотрите, каким он стал, уже весь завял. Мы тут еще, знаете, еще вот этот железным купоросом слегка прошлись, вот, когда обрабатывали другие растения. И вот у него листва, видите, совсем обожглась, завяла, и, в общем, можно его смело срезать. Кроме того, друзья, к третьей группе обрезки относятся к клематисам прямо стоячие. Это маньчжурский, красивейший клематис. У меня есть такой белый, совершенно потрясающе светит. Чуть позже покажу вам, на что он уже похож. Уже давным-давно засох. Но, смотрите, а вот этот клематис прямо стоячий, интегрифолия, вот он еще довольно зелененький. И вот семена тоже можно собрать. Я, кстати говоря, опять собрала семена. Посмотрите, друзья, какие семена. Кстати говоря, очень легко я его вырастила из семян. Вот они, семечки его. Очень красивый клематис. Вот, называется, знаете, как сапфировая россыпь. Его сорт точный. И вот, пожалуйста, вот семечки. Вот, можно собирать. Очень легко прорастает, даже без стратификации. Вот, очень легкие выращивания через семена. И на зиму мы его тоже срезаем, друзья. Но клематисы мы эти срезаем не прямо под корень, а оставляем 2-3 почки. Это где-то 20-30 сантиметров от низа, от почвы. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы весной, друзья, клематис быстрее тронулся в рост. Ну, вот это вкратце теоретическая часть про обрезку клематисов в зиму. А теперь, друзья, я вас приглашаю перейти к части практической. Сейчас мы с вами будем, ну, во-первых, клематисы обрезать должным образом. После обрезки мы их будем обрабатывать. Потом мы будем мульчировать. И клематис второй группы обрезки, друзья, я вам покажу, как я буду укрывать. Итак, смотрите это видео дальше. Ну что, будем укрывать клематисы, Буя? Ты помогать будешь или будешь мешать сегодня? Как? А то... Будет вечером помогать, раскрывать. Раскрывать, думаешь, будет, да? Вполне может быть, друзья. Поэтому, если у вас на участке есть собака, при ней лучше ничего не сажать, потому что они потом повторяют наши движения. И то, что мы высаживали, они, друзья, ночью, если ваша собака ночью гуляет в участку, мы вот, например, отпускаем свою, чтобы она выполняла свои охранные функции, она может это все и выкопать обратно. То есть они повторяют наши движения. Поэтому и укрытие тоже может раскрывать, друзья. У меня тоже это было неоднократно. Поэтому в последних видео Буян у нас не участвовал, чтобы, да, не наблюдать процесс и потом не пытаться его повторить. Да, Буя? Дай лапу. Молодец, молодец, молодец. Ну и первый клематис, который, друзья, будем сегодня с вами обрезать, это клематис третьей группы обрезки. Это клематис прямо стоячий из группы интегрифолия. Клематис этот сорта маньчжурский, совершенно потрясающе пахнет, очень-очень-очень красивый, просто красавец. И, как видите, друзья, он уже свою отжил, он уже свою отжил и полностью завял, причем достаточно давно. И, в общем-то, его можно было давно и обрезать. Но я обычно, друзья, обрезаю его позже и что-то им укрываю, потому что у него совершенно потрясающая вот такая сухая листва. Этот клематис у меня никогда ничем не болеет, очень стойкий к заболеванию. Вот всем рекомендую иметь такую клематис. Очень красивый и очень душистый, друзья. Нет, Паш, я планирую ему укрыть сейчас черенки клематисов, которые я в этом году размножила. И здесь прямо настоящая шуба. Кстати говоря, и для второй группы обрезки это тоже потрясающий такой материал, знаешь. Ну вот, обрезали мы интегрифолию. Друзья, можем брать вот такой прекрасный материал для того, чтобы замульчировать и укрыть в зиму какие-то растения им, чем я, конечно же, непременно воспользуюсь. И, друзья, вот клематисы группы интегрифолия, да, вот это у нас тоже третья группа обрезки интегрифолия. Они очень и очень зимостойкие, потому что среди них есть и клематисы альпийские в том числе. И вообще вот эти клематисы, друзья, их родина на самом деле Россия. И поэтому они очень-очень зимостойкие. Вы можете их не присыпать ничем на зиму, не мульчировать. Ну, разве что только если клематис ваш болел, то, конечно же, его стоит обработать. Но об обработках, друзья, я вам расскажу чуть позже. А вот в таком виде вы вполне можете оставить ваш клематис. Но мне вот достаточно сложно его до конца тут обрезать. Но я обычно вот так и оставляю, знаете. Потому что на следующий год вот это все сухое, оно отвалится, собственно говоря, само. Итак, интегрифолию мы обрезали. Пойдемте дальше обрезать тоже клематис третьей группы обрезки. Но это у нас будет красавец Вильда Леон и Варшавка Найк. Переходим к красавчику. Варшавка Найк. Это клематис у нас, друзья, третьей группы обрезки. Хотя, вы знаете, я читала информацию, что у некоторых он сохраняется. И в качестве клематиса второй группы обрезки он тоже может произрастать. То есть, в принципе, можно попытаться сохранить его плети. Но, друзья, я вам скажу честно. Может быть, не очень приспособлен Варшавка Найк к нашим зимам. Я пробовала его сохранять, у меня не получалось. И вот у многих тоже читала, что редко кому удается сохранить плети Варшавка Найк. Если только, может быть, действительно в каких-то южных широтах. Вот, я его обрезаю практически полностью, оставляя лишь 20-30 сантиметров от корня, как уже и сказала. Так, ну вот, смотрим, друзья, откуда он у нас растет. Растет он вот отсюда у нас. И вот где-то так мы его сейчас с вами и обрежем. Так, ну и после того, как мы клематис обрезали, очень легко, друзья, убрать его опору. Вместе вот с такими прекрасными плетьями, которые, вернее, были прекрасными, очень красиво, цвели. Кстати говоря, друзья, если вы любите проводить эксперименты, то, опять-таки, да, вы можете собрать его семена. Вот они, пожалуйста. Вызревшие. Вот они. Я уже, кстати говоря, собрала. Вот в отдельный конвертик. Ну, клематис второй группы обрезки, он, конечно, не такой легкий в проращивании и в посеве семенами, как клематис у нас интегрифолии, но, тем не менее, можно попробовать. Вот. А мы идем дальше, друзья. Убираем, убираем его ботву и идем дальше обрезать клематис вильдолеон. Сапфировая россыпь, тоже группа интегрифолии, друзья. Вильдолеон немножко сзади, сейчас мы до него дойдем, чтобы было вам видно, да, процесс работы. Точно так же обрезаем, оставляя. Вот этот, друзья, клематис надо тоже оставить 20-30 сантиметров. Паш, посмотри, какой у нас лук шикарный. Можно, кстати говоря, его собрать и... Довольно. Да, да, да. А мы покупали. Это шнит-лук. Это шнит-лук. Кто смотрел наше весеннее видео, я показывала, как он совершенно потрясающе цветет. Смотрите, какая красота. И, кстати говоря, этот лук съедобный. Можно его сейчас срезать и, собственно говоря, да, мелко порезать и убрать в морозильник. И, пожалуйста, такой свежий лучок всегда у нас будет к столу. Так что, друзья, кто спрашивает, что вы только цветы высаживаете? Нет, мы еще лук растим. Итак, срезаем, друзья. Смотрите. Убираем лук, чтобы он нам не мешал. Вот такие у нас тут плети. Тоже, кстати говоря, друзья, совершенно потрясающий клематис. Никогда ничем не болеет, не поражается. Очень стойкий. Но вообще из группы интегрифолия они все очень стойкие клематисы. Итак, друзья, тоже оставляем. 20-30 сантиметров. Можно и 10-15. Чуть-чуть оставляем. Я лук поворошила и пахнет. Пахнет, да, пахнет. Запах пошел. Согласна, Паш. Так, ну вот и все. Что? Вот и срезали. Срезать-то все быстро. Итак, убираем. Ну и красавчик, наконец-то, Вильда Леон. Дошли. И до него руки, и до него очередь дошла. То же самое, друзья. Клематис третьей группы обрезки. Оставляем 20-30 сантиметров. Паш, ломать, не растить и не высаживать. На самом деле, друзья, у нас еще много очень важных работ впереди. Сейчас я вам покажу, как я обрабатываю на зиму свои клематисы. Потому что клематисы, друзья, это те растения, которые у нас очень сильно могут страдать от грибковых заболеваний. Вот у меня на канале есть видео про болезни клематисов. Я помню, что меня очень сильно просили о нем люди, подписчики, зрители, снять такое видео. Я сняла, друзья. Но почему-то очень-очень крайне мало просмотров. Вот когда делаешь какое-то видео про красиво цветущие растения, там 10 самых лучших таких, 15 самых лучших таких. Вот они прям набирают поразительное количество просмотров. Но как только делаешь видео, которые связаны с тем, как именно надо ухаживать, как не допускать болезней, как лечить. Вот такие видео почему-то люди, друзья, не особо любят смотреть, а зря. Потому что, чтобы у вас был красивый сад, надо, конечно же, за ним правильно ухаживать. И вот клематисы, они довольно капризные в плане грибковых заболеваний. И все грибки, друзья, которыми эти заболевания страдают, вот в отличие от роз, они почвенные. И эти все грибы живут там, в глубине почвы, друзья. И если мы не будем правильно клематисы на зиму обрабатывать, особенно если они у вас болели, а если клематис заболел грибком, то вылечить его невозможно. Можно лишь поддерживать его какое-то более-менее здоровое состояние. Вот поэтому важно обрабатывать, знать чем, как, когда. И, в общем, наверное, вот следующий этап в нашем сегодняшнем рассказе. Давайте посвятим обработке, поскольку мы уже ботву срезали, и теперь самое время обработать. У нас осталась, друзья, необрезанная пока вторая группа, да, клематисов. Кто внимательно смотрит видео, те, наверное, уже поняли. Чуть я вторую группу-то не показала, как обрезать. Но мы к ней вернемся немножко попозже, когда будем этот клематис, друзья, укрывать. Потому что вильдолеон у нас не требует укрытий, и мы его сейчас только обработаем. И я покажу, как его надо окучивать на зиму. Итак, друзья, чем обрабатываем? Мне очень нравится для обработки клематисов, и не только клематисов, но для клематисов особенно, вот такое средство, да, такой фунгицид, который называется фундазол. Это фунгицид очень такого широкого спектра действия. Он очень-очень действенный, кроме того, что он обладает еще и фунгицидными свойствами, он обладает еще и инсектицидными свойствами. То есть он еще у вас спасает от различных насекомых. Если насекомые отложили где-то яйца, где-то там запрятались, уже там погрузились в зимовку, вот он, друзья, все убьет. Но пользоваться им можно не чаще двух, максимум трех раз в год. И поэтому фундазолом очень хорошо обрабатывают вот именно растения на зиму. Он очень хорошо действует, но только если использовать его редко. И, друзья, такой момент. Этот тот фунгицид, который не боится низких положительных температур. Поэтому вот сейчас, когда у нас такие уже низкие температуры... Паш, сколько сегодня на улице, ты не смотрел? Ну, сейчас около нуля. Плюс два, мне кажется. Да, где-то так. Вообще, друзья, все обработки надо проводить только при положительных температурах. То есть при отрицательных мы, конечно же, не проводим. Но вот плюс один, плюс два вполне можно. Фунгицид хорошо действует. Так, уйди, Буян, ты здесь лишний. Пора закрывать. Пора закрывать, Паш. Итак, друзья, Буяна отправили. Разводим вот такой пакетик фундазола. Здесь 10 грамм на 10 литров воды. Вот у меня такая дозировка. Вы, конечно же, дозировку читайте, потому что, мало ли, какой пакетик вы купите и сколько там будет грамм. Вот у меня пакетик на 10 грамм. Очень хорошо растворяется в воде. Не требует никаких там особых смешиваний. Ну, лучше, конечно, друзья, все-таки одеть защитные перчатки. Мне не очень это сейчас удобно делать, потому что мы снимаем видео. Конечно же, маска, перчатки. То есть, да, берегите свое здоровье. Это все-таки фунгицид. Итак, друзья, как правильно обрабатываем клематисы? Ну, во-первых, если это вторая группа обрезки, да, и у вас вы оставляете плеть, которую мы сейчас будем впоследствии укрывать, то, конечно же, вы обрабатываете эту плеть очень хорошо. Если это третья группа обрезки, и вы его практически полностью срезали, то вот таким образом плетье оставшиеся и очень хорошо, очень хорошо землю вокруг. Причем, друзья, землю вокруг лучше всего полить из лейки. У клематиса очень большая корневая система. Очень. Клематис – это то растение, которое заболевает именно почвенным грибом. Поэтому очень хорошо проливаем почву. Ну, и после того, как вы хорошо обработали растение фунгицидом, дальше очень важно наш клематис в зиму замульчировать. Для чего мы, друзья, мульчируем клематис в зиму? Для того, чтобы предохранить от вымерзаний его корни, его почки, вернее, почки, да, которые находятся вот в прикорневой зоне. Вот, они очень так хорошо подвержены вымерзанию, поскольку клематис у нас, да, это все-таки лиана у нас такая южная, причем очень южная, да, но не считая клематисов группы антегрифолий, которые действительно очень зимостойкие, и княжиков, да. Все остальные клематисы – это у нас южные растения, поэтому, друзья, будем мульчировать. Но, для начала, если у вас есть зола, можете вот так вот посыпать ваш клематис золой. Вот, золу любят все растения, никто не отказывается от золы. И, друзья, что делаем дальше? Берем ведро земли. Я взяла перегной 5-6-летней давности на основе коровьего навоза. Можно взять просто садовую землю, если у вас нет перегноя, возьмите просто садовую землю, можете взять компост, если вам не жалко на клематис компост, то можете использовать и его. И, друзья, насыпаем прямо в середину куста, вот так. Целое ведро высыпаем, не жалеем, можно даже два ведра высыпать. Вот таким образом. Вот так. Присыпаем полностью середину нашего клематиса. Еще раз говорю, если высыпите два ведра, будет еще лучше. И в таком виде, в замульчированном, наш клематис, друзья, прекрасно перезимует. Ему будут не страшны никакие бесснежные зимы, никакие морозы, так как земля обладает очень хорошей теплоемкостью и прекрасно сохраняет у нас тепло. Но, друзья, что мы обязательно должны сделать по весне? По весне мы обязательно эту землю должны разгрести. То есть, ни в коем случае не оставляем в следующий сезон вот такую кучу. Почему? Сейчас объясню. Дело в том, что у клематиса, друзья, если оставить вот такую кучу земли, в его корнях будут образовываться придаточные корни, которые будут, ну, вот прям рядом с поверхностью земли. Ну, естественно, земля-то есть, значит, будут образовываться и корни. И впоследствии, когда будут идти дожди или вы будете поливать ваш клематис, вы будете эту землю у корней вымывать. Ну, конечно, никаким корням это не понравится. И это будет крайне угнетать наш клематис. И впоследствии потом вам придется с каждым разом все больше эту кучу подсыпать, подсыпать и подсыпать. Да, потому что все, будут образовываться новые и новые корни. Поэтому с наступлением весны, теплых дней, да, это где-то конец апреля, начало мая, как там в вашем регионе, вы аккуратненько руками разгребаете эту землю. Не граблями, не какими-то специальными приспособлениями, а именно руками. Потому что, друзья, вот эти почки в прикорневой зоне, они уже будут у вас давать побеги, которые будут очень тонкие, очень хрупкие. Их очень легко сломать. Поэтому разгребаем аккуратненько, руками. Итак, друзья, клематис Вильдолеон мы к зимовке подготовили. Точно по такому же принципу я готовлю варшавку Найк, клематис Ашва. Он тоже у меня третья группа обрезки. Но, как вы поняли, друзья, в моем саду есть еще клематис второй группы обрезки. И его мы сейчас пойдем не только обрабатывать и мульчировать в зиму, но еще и будем укрывать. Ну, приступаем к самому ответственному моменту. К тому клематису, у которого очень хотелось бы сохранить плети и увидеть первое весеннее цветение, который, причем, друзья, будет махровыми цветами. Все клематисы второй группы обрезки потрясающий цветут в начале сезона именно махровыми цветами. Для этого мы аккуратненько распутываем клематис от опоры. Ну, вот, друзья, признаюсь честно, с трудом мне его удалось снять с опоры. Вот, и, собственно говоря, у меня здесь всего было три плети. Одну плеть, друзья, я совершенно случайно обрезала в этом году, когда осуществляла летнюю прополку. И из этой плети нарезала черенки, некоторые из которых у меня прекрасно укоренились. В конце видео я вам их покажу. Заодно укроем их на зиму. А здесь, друзья, вот сейчас из трех плетей оставалось две, и одна поломалась. Ну, вот на определенной высоте все-таки она осталась. А вот другую мне очень хорошо удалось все-таки снять. И что мы делаем дальше, друзья? Вот такого клематиса мы оставляем где-то метр-полтора. Ну, сколько вы хотите. Ну, вот приблизительно вот так я и оставлю. И обрезаем его верхушечку. Так, ну вот удалось нам отделить. И вот эту лиану, друзья, мы сейчас, во-первых, с вами очень хорошо также обработаем фундазолом от грибка, да, обработаем саму лиану, обработаем землю вокруг. Также замульчируем и будем укрывать. По поводу обрезки листьев, друзья, существует противоречивая информация, точно так же, как и по розам. С одной стороны, конечно, листья лучше бы удалить, чтобы, да, лишняя влага не скапливалась, не происходило испарение, лучше удалить листья. Вот, если вы, конечно, хотите, можете их вот так вот побрезать. Если вам некогда, да, то можете, в принципе, оставить и с листочками. Ну, конечно же, листики лучше удалить. Тем более, что тут всего одна лиана, я, наверное, сейчас займусь и все-таки, друзья, листья удалю. Я очень рада. У меня, оказывается, еще одна плеть, еще одна плеть сохранилась. Так что у меня две очень высокие, такие полноценные плети, да, мне удалось вот сохранить. И, в общем-то говоря, одна немножко поломалась. Вот, смотрите, друзья, и я вот сейчас, наверное, проведу эксперимент. Смотрите, одну плеть я полностью обрезала листья, а другую вот сейчас оставлю вот так с листьями. Вы знаете, в чем заключается вот такой спорный момент обрезки? Вот, могу вам показать. Смотрите, у нас теплая осень. Но, слава богу, почему я сейчас занялась обрезкой клематисов, да, и подготовкой к укрытию. Буквально через 2-3 дня у нас уже будет достаточно холодно. И ночные температуры будут приближаться к минус 6 градусам. И это как раз самое время для того, чтобы укрывать ваши клематисы. То есть вот в такую теплую, сырую осень клематисы, друзья, не укрывайте. Так же, как и розы. Лишь когда температура будет приближаться к постоянным минусовым отметкам, не приближаться, а уже занимать эти минусовые отметки, минус 5, минус 6, вот тогда, друзья, клематис надо укрывать. И когда у нас теплая осень, вот посмотрите, уже проснулись почки. И вот такая обрезка, конечно, она может спровоцировать сейчас рост почек. Но я прекрасно знаю, что через 2 дня у нас наступят уже такие хорошие морозы. И я надеюсь, конечно, что моя обрезка листьев вреда не нанесет. Но, друзья, на всякий случай я оставлю одну лиану вот обрезанную, другую лиану с листьями. И, в общем, посмотрим на результат. Вот эту лиану чуть-чуть обрежу верхушечку, ее прищипну тоже. Паша говорит, что я много оставила. А я говорю, ну ничего, я хочу, чтобы, конечно же, она была повыше и красиво цвела. Я обрезаю, друзья, рядом растущий почвопокровник. Это карпатский колокольчик, который летом очень хорошо затеняет корни клематиса. Как мы все знаем, клематису хорошо бы затенять корни. И вот колокольчик карпатский прекрасно справляется с этой задачей, поскольку, друзья, он растет куртинкой и не вытесняет сам клематис. А именно вот его куртинка разрастается и очень здорово дает такую прохладу корня. Но сейчас я его обрезаю. Вот, навожу здесь полный порядок, чтобы под укрытием у нас ничего не гнило и не мешало нашему клематису зимовать. Итак, наводим полный порядок, друзья, в корнях. Обрабатываем фундазолом, в том числе и плети, которые мы будем сохранять. И, конечно же, землю вокруг куста в радиусе полуметра. Может, нам проще ведро вылить? Как я уже сказала, конечно, проще взять лейку и просто полить очень хорошо землю вокруг куста в радиусе полуметра. Что делаем дальше? После обработки опять мульчируем центр куста, высыпаем целое ведро земли. А дальше, друзья, будем укрывать. Ну и для укрытия. Здесь, друзья, можно поступить двумя разными способами. Я буду делать воздушно-сухое укрытие. И для этого я воспользуюсь сейчас листьями для утепления. Вот таким коробом пластмассовым для того, чтобы сделать хороший каркас. И сверху, конечно же, укрою вот таким укрывным материалом. Обязательно стороной, не пропускающей влагу, сверху. Каждый укрывной материал, друзья, делится на две стороны. У меня было об этом видео, я вам сейчас дам на эту ссылочку, если вы хотите посмотреть поподробнее. Но, друзья, можно поступить и другим образом. Можно соорудить укрытие, очень хорошее, также из листьев и из лапника. Но что для одного, что для другого укрытия. Очень важно под основание плетей подложить какой-то материал, друзья, чтобы у нас плети не соприкасались с землей и не вмерзали в нее. Можно использовать какие-то поддоны, старые доски. Можно просто лапник туда постелить, да, вот этот еловый. И уже у вас, собственно говоря, вот эти плети, они не будут соприкасаться с землей. Но я вот решила воспользоваться вот таким пенопластом. Он достаточно толстый, теплый. И я думаю, что клематису будет, в общем-то, неплохо. Вот, хотя, еще раз говорю, можно воспользоваться просто досками. Что делаем дальше, друзья? Дальше я сейчас засыплю это все листьями. Листья у меня сухие. Специально для этих целей были в мешке. Когда мы засыпаем листьями, друзья, в них остается много воздуха. И поэтому они прекрасно сохраняют тепло. И сейчас будем одевать сверху ящик. Чуть-чуть все это подгребем и оденем сверху ящик. Но, друзья, важно под такое укрытие, конечно же, предусмотрите, да, какие-то средства от мышей. Либо специальные таблеточки продаются. Либо вот мне посоветовали, вы, друзья, подписчики, смочить тряпочки в керосине. Не в керосине, а в дистопливе, кажется, да. В солярке, да, и разложить их вокруг, говорят, очень здорово, отпугивает мышей. В общем, друзья, в наших планах произошли существенные изменения. Вот от такого красивого и основательного ящикова, пластикового, да, мы решили отказаться. Потому что просто-напросто в него не вмещались все плети. Но они просто ломались, да, плети уклемаются очень хрупкие, как мы все знаем. Поэтому, друзья, отказываемся от этого ящика. И мы с Пашей придумали соорудить вот такой домик. Посмотрите, буквально из подручных материалов я еще получше засыпала клематис сухими листьями. В том числе, друзья, засыпала и место у основания куста. И сооружаем вот такой домик. Сверху который мы сейчас укроем укрывным материалом. Лучше, если вы возьмете спонбот потолще, то есть это шестидесятка, можете свернуть даже в два слоя. И очень хорошо закрываем со всех сторон, закладывая досками, камнями, чтобы у вас клематису было тепло. Но, друзья, я пока сейчас это делать не буду, поскольку у нас еще два дня будет тепло. И только через два дня нам обещают такие стабильные заморозки. Поэтому я с боков его приоткрою. Но уже разбирать укрытие, конечно же, не буду. Потому что, поскольку сегодня такая сухая погода, я очень хорошо подготовила к укрытию наш клематис. А клематисы, друзья, надо укрывать только в сухую погоду. Но о чем хочется сразу сказать, что весной вот такое укрытие надо вовремя снять. Почему? Потому что если у вас будет ярко светить солнце, да, но в моем случае все-таки хорошо, что мы соорудили такой домик из щитов. Туда будет меньше попадать солнце, и клематис будет позже просыпаться. Поскольку если вы, например, сделаете укрытие из вот дуг, да, в которые будет очень хорошо попадать солнце, то, что будет происходить, да, под воздействием солнца, у нас начнут просыпаться почки, которые у нас будут брать влагу в первую очередь из стеблей, да, стебли-то живые. И вот оттуда почки будут брать влагу и различные другие питательные вещества. Между тем корневая будет еще спать. И в этом случае очень часто, например, вот бывают такие моменты, когда люди после зимы открывают клематисы, да, и вот они все такие живенькие, и почки у них уже в рост тронулись, ну, прям радуются. Через неделю приезжают на дачу, бах, все клематисы засохшие, да, все, все умерли плети. Почему так произошло? Потому что это вот, знаете, как у хвойных растений, да, когда несоответствие, когда просыпаются вперед почки, да, чем корневая система. Как у хвойных, да, вперед хвоя просыпается, а корневая еще спит. Поэтому, друзья, чтобы такого не произошло, вот клематисы мы открываем очень постепенно, приучая их к воздуху, и уже где-то в апреле обязательно открываем вот такие бачка для проветривания, так же, как и у роз. И, конечно же, притеняем от солнца, чтобы не проснулись почки раньше времени. Вот, ну, в нашем случае, еще раз говорю, очень хорошо, что мы сделали вот такие щиты, и тем самым уже предохранили наш клематис от излишнего солнца, от излишнего тепла в совершенно ненужное для это время. И окончательно такое укрытие, друзья, мы снимаем только в тот момент, когда у нас минует угроза уже таких ночных заморозков. Ну, вот такой, друзья, у нас сегодня интересный день. Подготовили мы к укрытию клематисы, показала вам, как я за ней ухаживаю, как обрезаю, как укрываю. Единственное, друзья, о чем забыла сказать, ну, хорошо, что сейчас вспомнила. Если вы только-только купили свой клематис, и он у вас буквально первого года, то вот его в зиму мы обрезаем в обязательном порядке, даже если это у вас клематис второй группы обрезки, как и клематис третьей группы, оставляя 20-30 сантиметров. В первый год все клематисы на зиму обрезаем. Еще раз повторяю. Ну, а я, друзья, с вами прощаюсь. Надеюсь, что сегодняшнее видео было интересным, полезным для вас. В съемках участвовал Буян по вашим многочисленным просьбам. Как видите, он совершенно не заболел после последнего ноябрьского купания. И мне кажется, он даже еще больше закалился. А вообще, я не знаю, как можно замерзнуть в такой шубе, как у Буяна. Ну, и пришло время прощаться. Желаем, друзья, всем хорошего осеннего настроения. Зимний, возможно, кому-то уже погода, кому-то еще осенний, у кого-то уже снег. У нас, как видите, еще зеленая трава. Ну, что, до новых встреч всем. Пока. Дай лап. Ну, ты прощаться будешь? Все. Все, друзья, Буян сегодня отвык, в общем, от съемок одним словом. А, ты мне палку принес. А, палку, палку принес, друзья. Поиграться надо. Давай скорее, давай. Не дает. Скажи, я только Паше дам, да? С характером. Только Паша палку дает. О, макарор. Да.